О самых интересных событиях в Заурале расскажут корреспонденты программы новости Курган.ру. В студии Елена Волкова. Здравствуйте! Выездное заседание комиссии по охране труда. За полгода на производстве погибло столько же людей, сколько за весь прошлый год. Познавая Зауралье, Курган.ру начинает цикл об уникальных исторических и географических достопримечательностях Зауралья. Третий список порт Артурской иконы. Торжество Пресвятой Богородицы подарено Курганскому храму, находящемуся на территории завода Курган-Прибор. За полгода 2013-го на производстве погибло столько же людей, сколько за весь прошлый год. Для выработки решений по сокращению несчастных случаев на производстве на заводе Курган-Стальмост прошло выездное заседание комиссии по охране труда при правительстве Курганской области. Ознакомление с новым производством. Именно с этого началась программа расширенного выездного заседания комиссии по охране труда при правительстве Курганской области. Технический директор Курган-Стальмост Владимир Копырин провел гостей по цехам предприятия и вкратце познакомил с системой охраны труда на производстве. По словам председателя комиссии, директора департамента экономического развития Зауралия Николая Болтнева, место проведения выездного совещания было выбрано не случайно. На заводе последние трех лет имеет место несчастных случаев смертельного и тяжелого травмирования работников. При этом, вроде как бы все мероприятия, которые осуществляются на Курганской области, говорят о том, что этого не должно быть. В Курганской области в прошлом году был принят закон об охране труда. Согласно ему, все технически сложные рабочие места должны быть аттестованы. Таких в Зауралии около 50 тысяч. Однако на сегодняшний день аттестацию прошли лишь 22%. Скорее всего, именно поэтому статистика несчастных случаев на производстве вызывает тревогу у членов комиссии, отметил один из докладчиков, заместитель директора департамента промышленности Василий Бегма. Количество несчастных случаев со смертельным травмированием в 2012 году сравнилось с количеством несчастных случаев со смертельным травмированием в первом полугодии 2013 года. То есть за полгода мы уже выполнили все эти показатели. Это обстоятельство вызывает серьезную обеспокоенность у руководящего состава департамента. Для сокращения количества несчастных случаев на производстве была создана постоянная комиссия по их расследованию. Ее специалисты принимают участие в заседаниях всех местных комиссий на предприятиях и вырабатывают пути предотвращения новых ЧП на производстве. Юрий Пестерев, Андрей Глазырин, Светлана Брагина, информационное агентство Курганру. Еще недавно улица Красина была закрыта для движения общественного транспорта. Около месяца здесь велись ремонтные работы. Теперь здесь новая дорога. Как и обещалось, движение открыли к 17 июля. Водители и пешеходы поделились с нами своими впечатлениями о новом путепроводе. Конечно, довольны. Очень хорошо, чисто, удобно. Разгрузится движение в городе. Тем более, как автовладелец. Конечно, довольны. Побольше бы таких. Молодцы, хорошо делали. Гладко, нормально. И вот даже едешь, по крышке не так шумят. Нормально едешь. Ну, без шума, как бы нормально. В принципе, хорошо вчера ехали. Прямо гладко вообще. Ни одной кочке вообще понравилось. Ну, я не понимаю, конечно, в качестве ничего. Но я здесь живу, и у меня окна прям выходят сюда. В дождь, когда делали асфальт, вот по моим понятиям, что все это скоро поднимется. Как можно воду закатывать. Я еще не ездил по ней. Поеду скоро. Познаем. Посмотрим. Надо побольше, чтобы дорог таких было. От водителей слышал, что нравится. На маршрутах Кургана работают 34 перевозчика. Перевозку пассажиров в Кургане осуществляют 514 единиц подвижного состава. Из них 50 автобусов среднего класса «Аврура», 387 автобусов малой вместимости марки «ПАЗ», 31 микроавтобус марки «Газель» и 46 троллейбусов. Общий объем пассажирских перевозок всеми видами городского транспорта за первое полугодие 2013-го составил 23,5 тысячи человек. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем перевозок городского электротранспорта, на долю которого приходится 8% общего объема пассажирских перевозок, снизился на 42%. Общественный транспорт, выпускаемый на линию, оборудованный средствами навигации, диспетчеры следят за соблюдением водителями расписания движения на маршруте. Кроме того, подготовлен модуль контроля соблюдения скоростного режима. Он вступит в действие одновременно с запуском программы двухсторонней связи с водителем. Опытный образец оборудования двухсторонней связи находится в стадии тестового испытания, которое продлится до конца июля этого года. С августа начнется внедрение новой программы управления водительской работой. В проведении линейного контроля было выявлено 932 нарушения правил перевозок, зафиксированные работниками КРС на линии с начала года. Выявлено 27 случаев несоблюдения водителем правил дорожного движения, 2 случая отсутствия отметки предрейсово-медицинского осмотра, 79 случаев нарушения перевозчиками установленного режима труда и отдыха водителя. Познавая за Уралье. Программа под таким названием будет выходить два раза в месяц по выходным в нашем эфире. В течение 20 минут вас будут знакомить с уникальной исторической или географической достопримечательностью за Уралье. Под пристальное изучение попадут памятники и святыни озера и леса нашей области. Темой первого выпуска станет Далматовский монастырь, уверенно занявший второе место в голосовании Уральского округа проекта «Россия-10». Его смог обогнать лишь Тобольский Кремль. Сейчас проходит второй этап голосования и на данный момент обители необходима поддержка зауральцев. Напомним, что проголосовать за наши объекты можно не более трех раз в сутки с одного IP-адреса на сайте проекта «Россия-10», 3w.10russia.ru или 3w.10russia.rf, а также отправив смс-сообщение на короткий номер. Областной туристический информационный центр представляет новый вид туруслуг – виртуальные экскурсии по городу Кургану и Курганской области. Теперь зауральцы могут совершить путешествие, не выходя из дома. Для этого им необходимо выбрать нужную экскурсию и ознакомиться с ней с помощью прилагаемой инструкции. На портале туризм-курган.ру в разделе «Наши проекты» уже представлена первая такая виртуальная экскурсия в Боровской монастырь похвалы Божьей Матери, который находится в Катайском районе. Дополнительную информацию можно получить по телефону 46 32 70. Одна проблема на весь дом. В пятом микрорайоне жители многоквартирного дома тонут, волны фекалий сменяются ручьями испорченного водопровода. Во двор невозможно не заехать и не пройти. Полгода горожане ищут организацию, которая устранит проблему. Однако пока получают только отписки и раскошеливаются на откачку воды. Раньше у этого дома была благоустроенная придомовая территория, асфальтированная дорога и тротуар. Здесь спокойно прогуливались молодые мамы с колясками и дети катались на велосипедах. Картина поменялась кардинально, когда началось строительство по соседству жилого комплекса Снегири. Дом стало затапливать. Причины затопления и выход фекалий из канализационного колодца, и холодная вода, поступающая из-под земли. И талые воды, которые не могут найти себе лазейку из двора. Сейчас, если дождь, ливень пройдет, точно так же. Нам не пройти, ни мусор не вынести. Мы из подъезда не можем. Я тут с дачи пришла, я в подъезд не могла попасть. Пришлось мне вот так перелезть, но там все равно начерпала, потому что было воды столько, что я не могла. По трубам ходим. Первый тревожный звонок прозвучал в середине февраля, когда холодная вода залила все подступы к дому. Обратившись в ООО «Водный союз», жители несколько дней ждали специалистов. Мороз был 20 градусов, нас затопило так, что дверь входная в подъезд, вообще, если бы мы не успели ее открыть, с силой открыли, вода же прибывала быстро. Мы с силой открыли, и она примерзла, потом ее отдалбливали. Лед убрали только в марте, а уже в апреле двор начала отопить канализация. И хотя специалисты того же Водного союза утверждают, что это талые воды, остатки канализации до сих пор источают запахи, отнюдь не похожие на весенние ручьи. Оказалось, что вода-то поступала из-под земли, когда они ее приехали, все-таки в конце концов откачали, то было видно, как вот так фонтанами, оно прям большими фонтанами лилось из-под земли. Вот мы все свидетели, которые тут люди стоят. Управляющая компания «Спектр» помогает жильцам, чем может. А может она только откачать воду из подвального помещения, но за счет собственников жилья причину же устранить не получается. Обращались мы неоднократно в Водный союз, это вообще, это постоянно. Заявки они наши принимают, но бригады их частенько не берут на снятие подпоров колодцев. За счет этого происходит подтопление вот и при домовой территории, значит, подвального помещения. Обращались мы к главе города, к Дубаничу. Раньше, сейчас вот на Кожевниково выходили уже с письмом, с обращениями, потому что уже больше просто не знаем, куда обращаться. Из администрации города пришел ответ, что при строительстве жилого комплекса «Снегири» в проектной документации предусмотрено водоотведение с придомовых территорий домов, близ расположенных от засчастного 12-го дома. Заверили, что ситуация изменится. Но на деле новые дома уже заселены, а никаких работ по-прежнему не ведется. Светлана Епифанова, Андрей Глазырин, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». В конце прошлого года вышел указ президента, предусматривающий целый комплекс мер по стимулированию семей с усыновленными детьми и повышению качества жизни сирот. На его основе партия власти разработала общефедеральный проект «России важен каждый ребенок». В Курганской области работают над региональной версией проекта программой «За Уралии без сирот». «Курган» принял участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции со всеми регионами страны по проекту. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Ольга Баталина рассказала об основных нормативных актах, которые уже приняты. В частности, были озвучены постановления, регламентирующие процедуру усыновления, увеличенные сроки действия медицинских заключений о здоровье ребенка. Сейчас значительно упрощен порядок усыновления для тех, кто повторно берет на себя такое обязательство. Таким родителям не нужно повторно собирать весь пакет документов. Достаточно одного заявления. Также отменены требования к санитарно-техническому состоянию жилья, в котором будет проживать ребенок. На смену ему введен контроль за здоровьем лиц, проживающих совместно с усыновителем. Органы опеки и попечительства сами запрашивают сведения о состоянии их здоровья в лечебных учреждениях. Закон Курганской области, на основании которого лицам, усыновившим детей, выплачивается до 800 тысяч рублей, работает уже третий год. Этот механизм стимулирования дал прекрасный результат. За время его действия 170 детей обрели новую семью. Сейчас действие закона продлено до 2017 года. Усовершенствован закон о материальной поддержке граждан, усыновивших и дочеревших детей. Впервые введена группа детей, которые особо нуждаются в усыновлении. Это дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, братья и сестры и дети старше 10 лет. 2 июля президент подписал закон о поддержке россиян, берущих на воспитание детей. В нем также приоритет отдается гражданам-усыновителям. Если приемный родитель и попечитель, опекун берет на воспитание ребенка, ему выплачивается только лишь из федерального бюджета единовременное пособие в сумме 15 тысяч рублей, то усыновителям за ребенка инвалида, ребенка старше 7 лет, братья и сестры, выплачивается по 100 тысяч рублей. На конференции подвели промежуточные итоги реализации проекта «России важен каждый ребенок». На летние месяцы поставлена задача собрать все предложения от регионов для подготовки новых законодательных актов. Светлана Епифанова, Никита Мухин, информационное агентство Курган.ру Таинственная по своему происхождению икона, известная под названием «Торжество Пресвятой Богородицы» или «На двух мечах», была предназначена для крепости Порт-Артур. Докануне Порт-Артурская икона Божьей Матери прибыла на постоянное место жительства в город Курган. Один из восьми ныне существующих списков Порт-Артурской иконы Божьей Матери был передан в дар одноименному Курганскому храму, находящемуся на территории завода Курган-прибор. Немало поспособствовал этому член Зауральского генеалогического общества Николай Павлов. Именно он нашел его на просторах интернета и договорился о передаче. Я списался с Ниной Геннадьевной, значит, хотел узнать историю иконы вот этой. И Нина Геннадьевна совершенно неожиданно сообщила мне, что она приняла решение пожертвовать в храм какой-то этой иконы. Изготовленная в 1904 году икона предназначалась для крепости Порт-Артур, но так и не была туда доставлена из-за начала русско-японской войны. Во время пути во Владивосток было сделано несколько ее фотографий и списков, которые разошлись по всей стране. Сам оригинал был утерян. На сегодняшний день в России известны только восемь списков иконы Порт-Артурской Божьей Матери. Один из них вывезен в Краснодар из Новгорода во время Великой Отечественной войны. Именно он и обрел свое пристанище в нашем городе. Здесь, как я поняла, по-особенному относятся именно к этой иконе. То есть ее почитают, ее любят. Естественно, я, конечно, хотела, чтобы эта икона находилась у этих людей. Я думаю, что именно эта икона должна быть в церкви. То есть владеть такой иконой, я считаю, что это несправедливо по отношению даже к ней. В Курган икона прибыла накануне в три часа ночи. Это обстоятельство не остановило верующих, и икону встретили со всеми полагающимися почестями. Думаю, что придет там человек, может, 15. Но пришло гораздо больше. Это радует, что люди ради святыни, они не пожалели ни сил, ни времени, ни своего спокойного бытия. А именно пришли, можно сказать, засвидетельствовать свою верность Богу, верность Богородице. На данный момент на территории Курганской области находятся уже три списка Порто-Артурской иконы. В Мишкинском Свято-Троицком храме, Далматовском Свято-Успенском монастыре и Курганском храме во славу иконы торжества Пресвятой Богородицы Порто-Артурской. Марина Белкина, Алена Анашкина, Андрей Глазырин, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Курган.ру. О чем пишут газеты и интернет-порталы, далее в рубрике «Печатный вестник». Здоровье в стиле модерн. Заголовок статьи в газете «Новый мир», посвященной итогам программы модернизации здравоохранения. Сегодня капитальные ремонты окончены в 50 больницах и поликлиниках региона. В лечебное учреждение поставлено 5582 единицы медицинского оборудования на сумму свыше миллиарда рублей. Отчитался на заседании правительства директор департамента здравоохранения Александр Карпов. В больницах работают компьютерные томографы, ангиографы, современные УЗИ-аппараты, новейшие рентгенодиагностические комплексы и многое другое. На 1 июля все 82 учреждения здравоохранения области подключены к медицинской информационно-справочной системе. В 49 учреждениях оказывается услуга – запись на прием к врачу в электронном виде. Ей воспользовались уже более 120 тысяч человек. Автоматизированная работа регистратуры приемных отделений. Ведутся электронные истории болезней. Уровень регистрируемой безработицы по области равен 1,6%. Об этом говорилось на расширенном заседании коллегии Главного управления по труду и занятости населения, сообщает сайт правительства области. Количество вакансий в этом году было заявлено почти 22 тысячи. Наибольшую долю занимают вакансии в обрабатывающих производствах, государственном управлении, образовании, сфере услуг и торговли. Самым большим спросом пользуются рабочие специальности. В первом полугодии в службу занятости за содействием в поиске работы обратились свыше 16 тысяч человек. Трудоустроено 7300 незанятых граждан, 3900 учащихся на профессиональную подготовку. На повышение квалификации направлено более тысячи безработных и около 100 женщин с детьми до 3 лет. На организацию стажировки выпускников заключены договоры со 175 предприятиями. В Кургане подвели итоги социальной акции «Счастливая семья» узнаем на сайте городской газеты «Курганы-курганцы». В течение нескольких недель специалисты Центра социальной помощи семье и детям принимали сочинения, посвященные родным людям. В своих работах участники акции призывали читателей стоять друг за друга стеной и ценить каждое мгновение, проведенное со своими близкими. По мнению авторов, укреплению взаимоотношений способствует бережное отношение к ближнему, а также совместный труд. Многие курганцы представили исследовательские работы, посвященные родословной своей семье. Все счастливые семейные истории уже размещены в новостной ленте на межведомственном сайте «Защитим детей от насилия». На церемонии награждения авторам вручили дипломы в благодарность за участие. Более 160 человек из Курганской, Челябинской, Свердловской областей подали заявки на участие в межрегиональном фестивале православного творчества «Чемеевская святыня». Он состоится в селе Чемеево Белозерского района 20 и 21 июля, читаем на сайте областного правительства. В этом году фестиваль приурочен к празднованию дня чудотворного образа «Чемеевской иконы Божьей Матери». Теперь в творческом конкурсе 8 номинаций – вокальное искусство, хореография, художественное прикладное творчество, фотография, инструментальная музыка, литература, театральное искусство и православное кино. Лидером по количеству заявок стала номинация вокального искусства. Затем идут чтецы, танцоры и музыканты. Объявленная Госдумой 2 июля экономическая амнистия будет действовать в течение 6 месяцев. На свободу выйдут те, кто признан виновным в преступлениях, связанных с незаконными денежными операциями, но осужден впервые. Это нарушение авторских прав, незаконное предпринимательство, уклонение от погашения кредита и уплаты налогов. Всего из мест заключения предположительно выйдут от 6 до 10 тысяч человек. В Курганской области сидящих по таким статьям Уголовного кодекса, а их всего 27, практически нет. Пока под амнистию попадают двое жительниц Кургана, которую суд приговорил за мошенничество с ущербом в 400 тысяч рублей к 240 часам исправительных работ. И гражданин Узбекистана, проживающий в Шатровском районе. За уклонение от таможенной пошлины он обязан отработать 10 часов. Одна у нас мошенница, которая в городе Кургане. И один пытался автомобиль не растаможенный вывезти за территорию Российской Федерации. Они оба осуждены к обязательным работам. Один приговор только сегодня поступил у нас на исполнение. То есть лица, у нас еще условия для проведения амнистии, они должны быть осуждены в первый раз. И они должны обязательно погасить в полном объеме, значит, ущерб нанесенный потерпевшему. Поэтому сейчас эти обстоятельства будут еще выясняться. Олимпиада среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья прошла в четверг на базе Шадринского психоневрологического интерната «Зеленый Бор». Она проводится уже пятый год подряд. Участие в ней принимали команды 12 государственных учреждений социального обслуживания населения. Одним из условий проведения Олимпиады было присутствие в команде из семи участников одного инвалида-колясочника. Такие меры приняли, чтобы уравнять шансы на победу. Состязания проходили по пяти видам спорта – дартс, стрельба из пневматических винтовок, фигурное вождение велосипеда, легкоатлетическая эстафета и заезд на инвалидных колясках. По итогам соревнований первое место заняла команда «Зеленого Бора», второе – Шадринский геронтологический центр «Спутник», третье – Куртомышский интернат. Победители получили главный приз – велосипед. Все остальные участники увезли настольные игры, дартсы и баскетбольные мячи. Я вижу участников, которые действительно у них есть рост. И технический рост. В основном, конечно, ребята сложные есть в некоторых командах, поэтому научить их, конечно, сложно. Но, тем не менее, я рад, что они все выступают. Я сам работаю с инвалидами. Информационное агентство «Курган.ру» вновь стремится прийти на помощь своим зрителям и читателям. Сегодня это проект для всех школьников и их родителей – школа. Ведущая проекта Светлана Епифанова сама мама и, как никто другой, знает, какие же подводные камни встречаются на пути подготовки к первому сентября. Канцелярские товары, школьная и спортивная обувь, сумки, тетради, учебники и даже цветы учителю на 1 сентября – приобретение всего этого требует тщательного выбора. Но ни для кого не секрет, что современные родители ограничены во времени, заняты работой и воспитанием своего чада. Проект «Школа» позволит сэкономить не только деньги, но и драгоценные часы. Все, что нужно знать сегодня, вы найдете в разделе «Школа» на сайте kurgan.ru. Сегодня подготовка ребенка к новому учебному году требует колоссальных затрат. Современный выбор товаров настолько огромен, что не заблудиться в нем практически невозможно. Мы в проекте «Школа» постараемся на собственном примере рассказать, где можно сделать самую выгодную покупку, которая будет соответствовать и качеству, и кошельку. Полезен раздел «Школа» будет не только родителям, но и детям. Ведь у них в самом разгаре самое обеспеченное время года – летние каникулы. И чем интереснее и ярче будет лето, тем результативнее учебный год. Именно для школьников информационное агентство kurgan.ru в рамках проекта «Школа» вот уже третий год подряд запускает конкурс «Как я провел лето». Ежегодно более 200 школьников со всей Курганской области делятся своими впечатлениями и полученными эмоциями. Но не стоит откладывать написанные истории на конец августа, ведь нам уже интересно, как вы его проводите и что еще планируете сделать. Торопитесь принять участие в конкурсе. Работы принимаются до 25 августа, а победителей определит народное голосование на сайте kurgan.ru. Яркие фотографии и необычное видео, которыми вы можете дополнить свой рассказ, только увеличат шансы на победу. Вперед! Лето – это всегда время приключений. Светлана Епифанова, Александр Менщиков, Светлана Брагина, информационное агентство kurgan.ru. На этом у меня вся информация. Впереди вас ждет короткая реклама и прогноз погоды. Я же прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Торговый дом Романов предлагает более двух тысяч видов обоев. Ламинат в наличии и на заказ. Пробковое покрытие. Паркет. Романов. Качество гарантирует. Молодой человек, а что? Пламбир закончился? Пламбир настоящий. От компании «Русский холод» разлетается со скоростью вкуса. Вензелинский завод керамзитового гравия построит вам дом из изделий собственного производства. Керамзитобетонные блоки и перемычки, ФБС, стеновые перегородки, элементы отделки декора и благоустройства, сделанные из целебной голубой глины. Альтернативы керамзитоблоку нет. Заводская гарантия на тысячелетия. Вечная, как древние амфоры из глины. Телефон 63 47 78. Продолжение следует. Зауральцы голосуют за Долматовский монастырь на проекте «Россия-10». Каждый день заходи на сайт 10россия.рф и нажимай кнопку «Голосовать» три раза. А также отправляй СМС с текстом 52 на короткий номер 1880. Поддержи зауральскую святыню. Жилой комплекс «Радуга» в четвертом микрорайоне от компании «Курган-Сельстрой». Долевое строительство специально для вас. Развитая инфраструктура, современная планировка и самая привлекательная цена за метод. Свою мечту осуществи. Квартиру в «Радуге» купи. Фирма «Весна». Новые пластиковые окна и еще целый букет предложений. Спешите. Улица Горького, 98. Телефон 4251-51. 4251-51. Комфорт из Европы. Для дома и дачи. Мебель, гамак и бассейн в придачу. Камни, декор и рулонный газон сделают ярче ваш дачный сезон. Растения и декор для ландшафтного дизайна. Европа. Центр комфорта. Бурого-Петрова 123. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Марина Леичук. Спонсор прогноза погоды – «Зао Курган-Сельстрой». Жилой комплекс «Радуга». Свою мечту осуществи. Квартиру в «Радуге» купи. Телефон 55-00-29. Компания «Весна» – это пластиковые окна нового поколения. Качественный монтаж, широкий выбор дизайна и яркая палитра цветовых решений для красоты и комфорта в вашем доме. Телефон 41-30-20 и 4251-51. В торговом центре Европы крупнейшее поступление этого лета. Растения и декор для уютного сада. Садовая мебель, гамаки, бассейны, а также товары для активного отдыха. Все для ландшафтного дизайна. Рулонный газон, натуральный камень, садовые фигуры, подсветка для сада и водоемов. Небывалый ассортимент новинок и море приятных бонусов. Бурова Петрова 123. Телефон 640-444. А теперь о прогнозе синоптиков. В четверг большая часть Зауралия будет находиться под влиянием циклона с массивами дождевых облаков. И только на западе, благодаря фону атмосферного давления, будет солнечно и сухо. В Екатеринбурге плюс 25-27, без существенных осадков. В Тюмени и Челябинске кратковременные дожди. Температура днем от плюс 23 до 25. В Кургане переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-13. Днем в Кургане облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22-24. Атмосферное давление будет слабо падать. 18 июля солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Изделия из искусственного камня по вашим размерам и дизайнерским эскизам. Идеальное решение для домашнего и офисного интерьера. Агат. Выбрать каждый будет рад. Делай азартные покупки. Ищи купоны в пачках семечек «Азарт» и получай гарантированные призы. Больше азарта. Больше призов. Легко летать и отдыхать. Купить, продать и обменять. Кредит, рассрочку взять, застраховать. Еще и скидку получать. 555 025 империя туризма и недвижимости. Науральский курьер. Свежая газета. Только в этом номере. Тема номера. Лето мимо не пройдет. Как выгодно отметить середину лета. Читайте в газете «Зауральский курьер» 17 июля. Огромный выбор оправки контактных линз в магазине готовых очков «Аквилон». Более тысячи наименований по цене от 50 рублей. Специально для вас бесплатная диагностика остроты зрения при покупке очков. Магазин готовых очков «Аквилон». Улица Криволапова, 28. Купили дачный участок, но не знаете, с чего начать? Или вы уже бывалый огородник и вам есть чем поделиться с братьями по оружию? Тогда эта программа для вас. Удачи на даче тем, у кого на это лето в планах солидный урожай. Смотрите выпуски программы по четвергам в 18.45 на СТС. Генеральный партнер проекта – компания «Люксмонтаж». Воровство пресечено. Плохая дисциплина устранена. Няня под наблюдением. Имущество под контролем. Соседи не беспокоят. Курьер «Сателлайт». Системы видеонаблюдения. Много задач – одно решение. БК «Недвижимость». «Всегда кстати».